Рост валового внутреннего продукта, повеличение протяглости життя, снижение инфляции, умовы для развития приватного бизнеса. Это и не только положение проекта программы социально-экономичного развития Беларуси на 2016-2020 годы будут в центре уваги по час 5-го Усебеларусского народного схода. Нагадаем, он пройдет в Минску 22-23 червеня. Подробнее про то, что будут обмерковывать на народном веке, каким видят его выник могилевчане у наших корреспондентов. В 2020 годе прирост валового внутреннего продукта Беларуси до 2015 года в складе 12-15%. Про это каже проект программы социально-экономичного развития Беларуси на ближайшую пятигодку. Для достигнения такой меты развитие краины будет грунтоваться на наступных приоритетах. Инвестиции, занятость, экспорт, информатизация молодь. Серот задач как само рост реальных грошовых доходов у граждан и снижение ставок по кредитам до 9-11%. У целом же основная мета грошово-кредитной политики краины – снижение до конца 2020 года у зровня инфляции до 5%. Распрацовщики программы бачать еще одной метой – створение полноценного финансового рынка. Немаловажным накерунком для краины з'является и створение усех необходимых умов для развития предпринимательства. Сгодно с программой доля малого и середнего бизнеса в аугульном объеме валовой додатковой вартости до 2020 года достигнет 40%. Темы, которые будут снимать делегаты под час сходу, близкие и для могилючан, многие не застанутся в боку от обмеркования. Это очень важно в жизни нашей страны, такое событие. И, конечно, мне хочется, чтобы на этом собрании уделилось больше вопросов именно социальной политики, вопросы семьи, вопросы молодежи, культуры. Во-первых, экономические вопросы. Во-вторых, вопросы здравоохранения и, мне кажется, преподавания. То есть, если думать о будущем, то будущее за следующим поколением. Поэтому, я считаю, что нужно поднимать зарплату учителям и врачам, чтобы у нас было умное и здоровое поколение. Ну, если учитывать нашу заработную плату, так сказать, то, конечно, кредиты сейчас, можно сказать, драконовские. Если бы поднялся этот вопрос, каждый белорус сказал бы, наверное, им спасибо.